Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу в этом видео подробнее рассказать о девушках, которые встречались на нашем пути во время прохождения серии НФС. Приятного просмотра! Так проверь, заправлена она или нет. Ух ты! Здорово! Выбирай тачку и давай начнем! Ее машина может быть разблокирована, если игрок набрал 2 миллиона очков в стиле и только для режима быстрой гонки. После успешного взлета популярности игры Electronic Arts продолжили работать с ней и пригласили ее на роль персонажа в игре 2004 года Death Jam for New York. Игра выходила на консоли PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox и GameCube. Роль Мелисы сыграла модель и актриса Эми Вольс. Про нее мало чего известно. Она не сильно светилась на экранах, так что будем считать ее роль в игре эксклюзивной. Также обе актрисы участвовали в фотосессии для журнала Maxim. Наконец-то! Куда гонял мою тачку, а? Надеюсь, ты ее не поцарапал? Сэм говорит, что ты игольщик. Так заведи свою тачку! Во второй части Underground были персоны поинтересней. В игре появилась новая помощница по имени Рэйчел, которая является подругой Саманты из первой части Underground. Сыграла и озвучила ее американская актриса и модель Брук Берк. Это интеллигентная брюнетка, которая закончила бизнес-школу в Санта-Монике и снимается в ночных телешоу. Родилась 8 сентября 1971 года. Участвовала в фотосессиях для множества журналов, в том числе и Playboy. В 14 лет выиграла свой первый конкурс красоты. В январе 2002 года занимает десятую строчку в списке самых сексуальных женщин в мире по версии журнала Maxim. В 2007 году была признана самой сексуальной телеведущей по версии музыкального журнала Blender. В этом же году открыла собственную компанию, которая предлагает верхнюю одежду для беременных женщин. Представила собственную линию купальников своего дизайна и имени. С 2001 по 2006 год была замужем за пластического хирурга. Наверное, каждая фотомодель мечтает быть в браке за пластическим хирургом. В августе 2011 вышла замуж второй раз за музыканта. Участвовала в огромном количестве телешоу, снималась в сериалах и трех полнометражных фильмах, которые не обрели популярность. 8 ноября 2012 года Брук сообщила, что ей диагностировали рак щитовидной железы. Вторая персона из игры – это Никки Моррис. Настоящее имя – Келли Брук. Британская актриса и фотомодель. Родилась 23 ноября 1979 года. Келли поступила в престижную театральную школу, и ее родители не могли оплачивать обучение. Поэтому она начала подрабатывать моделью для небольших фирм и официанткой в чайном магазине. Получила маленькую роль на телешоу. Спустя некоторое время ее заметили, и одна известная фирма по производству нижнего белья предложила ей выгодный контракт. Ее изображение появилось на улицах Лондона и в различных мужских журналах. Любовь Келли к мужским журналам сильно прогрессировала. В 1998 году один авторитетный журнал поставил ее на 29 место в список самых сексуальных женщин мира. Но уже на следующий год она занимала третье место. Но в 2001 году журнал «Максим» поставил ее на первое место среди самых сексуальных женщин прошлого века. До 2004 года Брук в течение семи лет встречалась с актером Джейсоном Стейтемом. Эй, куколка! Вот я снова тебя подвел. Похоже, мне всю жизнь суждено. Убегать, убегать, убегать. В этом же году, во время съемок одного триллера, Келли Брук познакомилась с актером Билли Зейном. Они решили пожениться летом 2008 года. До свадьбы дело так и не дошло, и пара окончательно рассталась в августе 8. В 2010 году встречалась с регбистом Томми Эвансом. Позже она написала в Твиттере, что у них должна родиться дочка. Но, к сожалению, чуть позже у нее случился выкидыш. В 2014 обручилась с Дэвидом Макинтошем. Однако после двух лет романа пара рассталась. Весной 2015 она познакомилась с инструктором по дзюдо Джереми Паризи. На этот раз Келли не спешила с помолвкой и заявила, что они пока не готовы к браку. Фильмография у Келли довольно обширная. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Пираньи 3D», «Смертельный лабиринт», «Ограбление по-итальянски», «Возвращение Джека-Потрошителя», в сериале «Молокососы» и многих других малоизвестных публики фильмов. У нас раскрываемость повысилась на 30% против прошлого года. А вы тут в игрушки играете? Я не собираюсь это обсуждать. Мы отмечаем ваши достижения. Последняя операция по поимке угонщиков, когда вы работали под прикрытием, имела успех. Субтитры сделал DimaTorzok